Почти 16 тысяч километров, 43 дня в пути, более 20 встреч в городах Белоруссии и России. Участники автопробега Брест, Иркутск, Брест, Содружество от Буга до Байкала добрались до Чебоксар. Во время пути к ним присоединяются представители регионов. Так эстафета памяти идет по всей стране. Автопробег посвящен 80-летию героической обороны Брестской крепости. Именно с этого легендарного места участники двинулись дальше на восток, через Беларусь и европейскую часть России. Их ждет Урал и Сибирь. Конечная точка маршрута – город Иркутск и озеро Байкал. Памятные встречи и мероприятия проходят более чем в 20 региональных центрах. 8 мая нам в торжественной обстановке вручили капсулу со священной землей Брестской крепости Героя. Для того, чтобы мы доставили ваш город и в торжественной обстановке передали подрастающему поколению вашего города. Так сохраняется память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, героической обороне Брестской крепости. Преемственность традиций – важная составляющая патриотического воспитания. Самому молодому участнику международного автопробега всего 28 лет. И он с честью принял предложение участвовать в данном мероприятии. Мы решили от города Бреста до города Иркутка ехать и по всем городам, которые нас встречают, говорить молодежи, что и в нашем городе Бресте были герои Великой Отечественной войны. В рамках автопробега проходит конкурс рисунка. С начала войны прошло уже 80 лет, но память о ней жива. Рисунок ученика столичной школы номер 48 Александра Акулова отмечен особо. Через творчество мы хотим еще больше приобщить молодежи, детско-юношескую категорию, чтобы они тоже проникались памятью, понимали, чтили, ставили приоритеты для себя, правильные приоритеты. После возложения цветов к Вечному огню в Мемориальном парке Победа участники автопробега встретились с воспитанниками Чувашского кадетского корпуса. Здесь же состоялось вручение капсулы землей Брестской крепости. В ответ гости получили землю с места строительства оборонительных рубежей. Возвращение в Брест планируется накануне Дня памяти и скорби 22 июня. Яна Яранова, Николай Скворцов, Республика.